Девятнадцать человек погибли, более пятидесяти ранены. Взрыв и стрельбу в Политехническом колледже в Керчи устроил 18-летний студент. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту фальсификации выборов депутатов Горсовета. Избиратель на участке обнаружила, что уже проголосовала. Президент России заявил о стремлении восстановить чартеры в Египет в ближайшее время. Красноярские чиновники и депутаты отправились с проверкой на трассы Универсиады. Когда откроют Волочаевскую, а какие трассы могут не успеть. Мы начинаем с главной темы этого дня. 19 человек погибли, более пятидесяти ранены и госпитализированы. Сегодня в Керчи в Политехническом колледже прогремел взрыв, а перед этим была стрельба. Поначалу произошедшее назвали терактом, а уже позже Следственный комитет поменял статью. Все подробности к этому часу у Екатерины Широковой. Пять минут стрельбы и взрыва не стало 19 человек. Еще полсотни серьезно пострадали. В 11.40 стрелок зашел в Политехнический колледж в городе Керчь. Через три минуты он открыл стрельбу. Еще через две взорвал бомбу на первом этаже. Сначала это называют терактом, но через пару часов Следственный комитет переквалифицировал его в убийство двух и более лиц общим опасным способом. Люди, случившиеся, называют просто трагедия. Очевидцы вспоминают, после первого грохота в здании началась паника. Затем те, кто был на ногах, бросились бежать. Повсюду были тела убитых и кровь. Не могу, ты понимаешь, мою подругу убили у меня на глазах. Я видела, как она упала и не шевелилась больше, понимаешь. Я видела, как пацаны просто падали и кровь разлеталась. Но мне все перед глазами. Выстрелы, либо что может там, не знаю. Мы услышали, еще больше испугались, начали бежать. Все кинулись на забор. Заборы высокие, где-то 2-2,5 метра. И все прыгали, пытались залезть. На место приехали спасатели, скорая помощь и военные. Среди погибших ученики и сотрудники. Директор колледжа покинула здание за полчаса до атаки. Вернулась она уже после взрыва. Трупов полно, детей, трупов полно. Настоящий тиран. Ворвались и ровно через 5 или 10 минут после моего отъезда кто-то ворвался. Взорвали весь, все повылетали, все стекла, взорвали холм. Бегали, потом бросали какие-то взрывные пакеты. Потом с автоматами бегали, ну я не знаю с чем. По второму этажу открывали кабинет и убивали всех, кого могли найти. Кто попадался, но это был... В общем, здесь все, все, все. Наша настоящая терапия, когда положена, как в Беслане. Я бы сейчас была трупом, понятно, потому что всех моих людей поперестреляли насмерть. В течение нескольких часов удалось установить, что нападавшим был ученик колледжа, 18-летний Владислав Росляков. Он засветился на камерах с ружьем. Позже его нашли убитым. По версии следствия, он покончил с собой прямо в здании колледжа. Повылетали окна, стекла, дверь вылетела, девочку чуть знакомую не кребила. Мальчик знает, что стреляет по-любому. На полице вроде бы как у нас в колледже учился. Было или ружье, или что-то такое, потому что он дробью стрелял. Он был один. Пока информация о преступнике противоречива. Одни говорят, что он ненавидел колледж из-за злых преподов и намекал, что отомстит им. Другие, напротив, что он был хорошим студентом, учился на одни пятерки и никто не мог подумать, что он на такое способен. Официальные причины поступка керченского стрелка еще предстоит выяснить. Екатерина Широкова, Новости ТВК. Также добавлю, что после этой трагедии в Крыму с завтрашнего дня введен трехдневный траур. Также в Керчи Минпросвещение после этой ситуации пообещало усилить меры безопасности в колледжах и школах. Сообщает РИА Новости. По словам замминистра просвещения России Андрея Николаева, первые решения должны появиться в течение нескольких месяцев. А как оцениваете безопасность образовательных учреждений сейчас вы? Уверены ли в охране школ, детсадов и вузов? Нужно ли усиливать меры безопасности? На ваш взгляд. Пишите смс на номер 9020, оставляйте комментарии в нашей группе ВКонтакте или присылайте сообщение в Вайбер по номеру 8 923 1 65 45 00. Ну и почитаем первые сообщения, которые приходят от наших зрителей. А правительство родило еще одну бесполезную структуру Росгвардии. ЖКХ будут собирать на антитеррористические меры. Госдума новый побор придумает. Просто так ничего не бывает. Они только сами себя охраняют. В любой госорган попробуйте зайти. Даже у приставов уже охранник сидит. Кому вы нужны зато? К детям милости просим. Вот пока такие мнения. Присоединяйтесь и вы. Ну и к другой городской обсуждаемой теме. Итоги выборов под угрозой. В Красноярске возбуждено уголовное дело о фальсификациях на выборах в Горсовет 9 сентября. На махинации с голосами избирателей пожаловались горожане. Сообщают в Уфокраевом следственном комитете. Но по предварительной версии следствия, жительница Свердловского района пришла на избирательный участок номер 384, чтобы проголосовать на выборах депутатов Горсовет. Но ее фамилия оказалась в списке уже проголосовавших досрочно. А рядом стояла чужая подпись. Следователь выяснил, что подобный случай произошел еще с 10 избирателями. Возраст избирателей, в отношении которых проведена фальсификация, 19 до 69 лет. В настоящее время запланированы допросы членов избирательной комиссии, назначена подчерковическая экспертиза. Отмечу, что участок номер 384 относится к 7-му избирательному округу. На нем победил кандидат от «Единой России» Андрей Козиков. По его словам, странно, что жалобы стали поступать спустя месяц после выборов. И хоть ситуация неприятная, но на итоге голосования, по мнению депутата, она вряд ли повлияет. У меня отрыв там был по выборам в 1600 голосов, если я правильно помню. Значит, ни на одном из участков больше, чем там 300 голосовавших и того не было. Поэтому, даже если будут отменены результаты на каком-то одном участке, я абсолютно за это не переживаю. И вообще, честно говоря, даже не вижу здесь никаких подводных кандидат. Председатель краевой избирательной комиссии Алексей Подушкин пояснил новостям ТВК, что случай на одном избирательном участке вряд ли появляет на итоге выборов в Горсовет в целом. Однако, отмечу, что если факт фальсификации будет доказан, то фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет. Но эту тему продолжим обсуждать с экспертом. На связи со студией политолог Алексей Мазур. Алексей, ну сразу первый вопрос. Как вот такая фальсификация на выборах все-таки может отразиться на итогах голосования? Из-за фальсификации могут быть отменены выборы, если будет решено, что фальсификации были существенными и отказались на результатах выборов. Такой пример мы знаем. Совершенно недавно он произошел в сентябре. На выборах в Приморском крае, где во втором туре сначала побеждал коммунист, а потом чудесным образом стали меняться цифры. И к утру выяснилось, что коммунист, который побеждал, грубо говоря, ночью, на одном проценте потерял все свое преимущество и, собственно говоря, проиграл. Якобы проиграл кандидату в Рио губернатора от «Одиной России». После чего был большой скандал, после чего в дело вмешался ЦИК Лапанфилова, и результаты выборов в Приморье отменили. Там теперь будут снова выборы, снова все по-новой. Правда, уже с другим временно исполняющим обязанности губернатора. В принципе, политическая ситуация в России подошла к тому рубежу, когда наказание за фальсификации стало вполне отчетливой перспективой. Но если говоря о наказании, кого обычно наказывают за такое, исполнителей, и наказывают ли вообще? На данный момент единичные случаи наказания были, к сожалению, мы только к этому приходим. Но вот именно в этом году вопрос о возбуждении уголовных дел и реальном наказании фальсификаторов стал ребром. И, собственно говоря, некоторые наказания есть. Вот в Бурятии уже был суд. Он, правда, закончился очень небольшим наказанием, штрафом 10 тысяч рублей. Ну, был назван фальсификатор. То есть все узнали, что вот, это неуважаемый учитель, неуважаемый врач, не знаю кто. А это уголовный преступник на данный момент. То есть, его статус в обществе, соответственно, пострадал. Собственно говоря, и сейчас ничто не мешает нам назвать фамилиями отчества председателя участковой избирательной комиссии, где произошла фальсификация. В Христинверсии возбуждено уголовное дело. Уголовное дело должно либо выявить факт преступления, либо выявить его отсутствие. Если будет выявлен факт, значит будут искать виновника. Конечно, до организаторов дело не дойдет, но конкретный исполнитель вполне может, так сказать, попасть в суд на скамью подсудимых со всеми вытекающими последствиями. То есть мы должны называть вещи своими именами. Люди, которые голосуют за других людей, вбрасывают бюллетени, расписываются в получение этих бюллетеней, они являются преступниками. И вообще, так говоря, им грозит тюрьма. Эта перспектива, она становится реальной. Я думаю, что если не в этом, то в следующем году мы увидим уже реальные приговоры по фальсификации. Спасибо. Я напомню, это был политолог Алексей Мазур. Говорили о новом уголовном деле по фальсификациях на выборах в Горсовет. Ну и новая информация о происшествии в городе Керчь. Наличие второй неразорвавшейся бомбы, о которой до этого говорили только очевидцы, подтверждают источники информагентства РИА и ТАСС. В свою очередь, телеграм-канал Крымы Информ пишет, что уже начал заседание оперативный штаб по расследованию причин массового убийства. СМИ также сообщает, что украинская прокуратура завела свое уголовное дело из-за нападения на колледж в Керче. Дело возбуждено там по статье «Теракт Уголовного кодекса Украины». Кроме того, СМИ, ссылаясь на учеников колледжа, пишут, что на входе в здание учебного заведения стояли рамки и металлодетекторы, но входивших они проверяли тщательно. Ну, кстати, безопасность в школах, в том числе и красноярских, обсуждаем сегодня вместе с вами. Вот что пишут наши зрители. «Лучшие охранники — это бабушки-вахтерши. Мимо них никто не проскочит их с посторонних. В данном случае был ученик, и никто не знает, что у него перемкнуло. У нас в школе всегда одна бабушка сидела на вахте. Хоть пулемет проноси, но такие противоположные мнения поступают. Что об этом, думаете, вы также пишите. Ну и к другим темам. На Волочаевской нашли речку, а Котельникова до сих пор стоит в пробках. Красноярские чиновники и депутаты отправились с проверкой на трассы-универсиады. Когда, наконец-то, откроют Волочаевскую, какие трассы могут не успеть, Софья Питеркина все расскажет. Развязка на Волочаевской уже, можно сказать, выходит на финишную прямую. Асфальт везде уложен, ограждения монтируются, Осталось только с подземными переходами разобраться. Строители наткнулись на речку, и пока все работы приостановили, Нужно сделать водопонижение. Да и ходить пешеходам все равно пока негде. Тротуары тоже не готовы. Асфальт полностью весь положен, по всем улицам. За исключением части тротуаров, мы их доложим буквально в течение 7 дней. Ну, во-первых, на тротуарах не такой коэффициент уплотнения, как на дорогах. Там 0,92, поэтому там все нормально будет. Дороги все положены. Еще один нюанс – это старые дома в Николаевке, которые в этом году не успели снести. С глаз проезжающих их уже по традиции спрячут за заборами. Другого способа в администрации не придумали, а так хоть общий вид портить не будут. Мы запланировали здесь установить шумозащитные экраны. Контракт у нас уже есть, контракт разыгран, поэтому в течение ноября месяца, ноября, ну, может быть, чуть-чуть декабря, вдоль протяженности улицы Николаевского моста, улицы Волочаевской, будут установлены шумозащитные экраны. Но если здесь по срокам все более-менее ясно, то, например, проспект Котельниково вызывает у властей опасения. Дорога до сих пор не готова, водители жалуются на постоянные пробки. В итоге представителей Крудора вызывают на ковер. До конца октября мы уйдем с этого участка 100%. Будет открыто движение по четырем полосам. Сейчас уже 17-е, пока там не очень понятно, уйдете ли? Уйдем. Уверен, что уйдем. А вот на других трассах универсиады ситуация более радужная. Улицы Ленина, Маркса, Калинина, 9 мая и еще почти 20 улиц уже готовы к приему гостей со всего мира, говорят в администрации. В целом же оценить ремонт на всех трассах универсиады можно будет уже в конце октября. Именно тогда все работы там закончатся. Задерживается только один объект. Это развязка на улице Волочаевской. Ее сдадут 25 ноября. И именно в этот день уже можно будет проехаться на правый берег по новому сокращенному пути. Софья Питеркина, Владимир Антонов. Новости ТВК. Вы смотрите Ночные новости ТВК. Мы работаем в прямом эфире. Сегодня говорим о безопасности в учебных учреждениях после происшествия в Керчи, где были убиты 19 человек и ранены более 50. Вот что пишут наши зрители. Мимо наших бабушек на вахте мышь не проскочит. Я в свое время столкнулась с заменой бабушек на охранников. Небо и земля. Охрана то покурить выйдет, то в туалет. А бабули знали все, кто, куда, зачем и почему. Следующий пишет наш зритель. Татьяна, пакет яровой был принят. Расходы на правоохранительные органы растут год от года. Силовики без проблем получают доступ к соцсетям. Нам же втирали, что вот это все ради нашей безопасности. Ну и где она, безопасность, спрашивают наши зрители. Присоединяйтесь к нашему обсуждению, зачитаем ваше мнение. Ну и к другим темам пережиток прошлого. Глава Сбербанка Герман Греф выступил против физико-математических школ. Об этом он заявил на московском Международном форуме открытой инновации. По словам Грефа, многие программисты скоро могут остаться без работы, если не могут владеть широким набором навыков, которые не в силах дать физмат-школы. Не нужны нам математические школы. По-моему, это пережиток прошлого. Нужны люди с хорошей математической подготовки. Не нужны математические школы. Я категорически противник математических школ. Потому что математические школы, это там, где отбирают детей и пичкают их одним монопредметом. Так было в Советском Союзе. Мне кажется, что это не очень хороший опыт. Дети должны быть развиты очень равномерно, 360 градусов. По мнению главы Сбербанка, у работодателей проблем с программистами нет. А вот специалистов во многих других профессиях сейчас недостаточно. Кроме того, по мнению Грефа, их не готовят на должном уровне. Муниципальные комбинаты уже проверяли. А вот частные впервые в новой серии проекта «Проверка». Екатерина Кашучик побывала на предприятии ООО «Кулинар», которое кормит 24 школы в Октябрьском ежедорожном районах города. Причем кормит так, что там отказываются есть не только ученики, но и учителя. Но вот такой подоконник я не готова простить, тем более моечному помещению. Это самая грязная перчатка в истории программы «Проверка». Ну, я соглашусь с нарушением. Это явно нарушение, это видно. Да, я соглашусь. Ну, нарушение я соглашусь с вами. Соглашусь с вами. То есть, ну, спорить о чем? Спорить, мы это видим все. Педали не вымотают. Я тоже с вами соглашаюсь, это явно нарушение. Ну, не спорю, нарушение. А вот прошел ли комбинат питания в итоге проверку новостей ТВК, смотрите полную версию на сайте tvk6.ru. Россия и Египет в ближайшее время возобновят чартерные авиаперевозки. Об этом сообщил президент России Владимир Путин по итогам российско-египетских переговоров в Сочи. Путин напомнил, что в апреле возобновили прямые регулярные рейсы между Москвой и Каиром. Цитата. Отметили, что наши египетские друзья делают все необходимое для того, чтобы повысить уровень безопасности. Конец цитаты. В Ассоциации туроператоров России считают, что восстановление турпотока в полном объеме возможно за 2-4 недели. Напомню, что прямое авиасообщение между Египтом и Москвой было прервано осенью 2015 года, после того, как над Синаем был взорван самолет авиакомпании Кагалым Авиа, который летел из Шар-Мэль-Шейха в Санкт-Петербург. Разные сроки годности, доля жира, который не соответствует действительности и маркетинговые сроки. В Ассоциации Енисейские стандарты рассказали, как из многообразия товаров на полках магазинов выбрать самые полезные и качественные продукты. На этот раз речь шла о молоке. Чем цельное молоко отличается от отборного, расскажем в сюжете далее. Важным качеством натуральности и ценности продукции является срок годности. Соответственно, вот на этом продукте срок годности указано 5 соток. Чем более длительный срок хранения, тем биологическая ценность продукта меньше. Срок годности один из самых главных показателей, что молоко безопасно и полезно. Цельное молоко в принципе не хранится дольше 3-5 суток. Его производство тоже отличается от обычного. Цельное молоко – это продукт, над которым практически не проводят никаких технологических манипуляций. Молоко с естественной жирностью буквально из-под коровы. Чем меньше мы прикасаемся к молоку коровьему, которую дают на ферме коровы, тем ближе оно к натуральности и тем выше его биологическая ценность, пищевая ценность. Потому что любая обработка молока, вплоть до его восстановления, смешивания – это все некие манипуляции, производимые на молочных заводах, которые ведут к потере пищевой ценности. Еще одна важная деталь – не стоит путать цельное молоко с отборным. Отборного как такового не существует. Это скорее маркетинговый ход производителей. По сути, это тоже цельное молоко, только стоит на порядок дороже. Кстати, у цельного молока жирность не фиксирована, ведь это зависит уже от коровы. Жирность молока зависит от физиологии коров. В принципе, они разные. Поэтому у нас и молоко приходит 3,6% жирностью, 4% жирностью. Утром жир меньше у коров, чем у вечера. От кормов, от здоровья коровки. Цельное молоко полезно, потому что там очень много аминокислот. Неизменно остаются белки, жиры, углеводы все. Ассоциация «Несейский стандарт» проверила около 10 разных молочных марок. Проверку прошли не все. Где-то фактическая доля жира не соответствует указанной на упаковке. Где-то микробиологические показатели далеки от нормы. Производители, которые экспертизу успешно прошли, помечены уже знакомой красноярцам зеленой шишкой. Результаты проверки можно посмотреть на сайте ассоциации, либо на страницах в социальных сетях. Также там вы можете оставить свои пожелания, чтобы проверили тот или иной продукт. Елизавета Курочкина, Александр Тропин, Новости ТВК. Ну и продолжаем обсуждать безопасность в учебных учреждениях. Вот что пишут наши зрители. У нас бабуля сидит на вахте, так она такая грозная, что мимо страшно пройти. Просто порой, кстати, таких довольно много сообщений. А почему бы камер побольше не сделать, чтобы сразу был сигнал в ту же полицию? Есть такие предложения. Мне кажется, что камеры установят, если то просто новые расходы. Но толку, то будут не работать, то не захватят то, что нужно. Ну как обычно, в общем, считают наши зрители. Кошмар, как такое могло произойти. Вот так просто прошел ужас соболезнования мои. Усиливать охрану ночные, как всегда, только после трагедии. Это же классика. Вот сейчас опять Минпросвещение старую песню завело о новых мерах безопасности. Действительно, после происшествия в Керчи сказано было, что меры безопасности будут усиливаться. В мирное время живем, называется, средь бела дня. Такой ужас. Уже погибших не вернешь. И как вычислить таких маньяков среди нас? Ну, истинную причину еще будут устанавливать. Как по мне, так, конечно, контроль должен быть постоянно. Но качественная услуга дорого. Вот и получается, что на деле контроль в школах не работает. Спасибо, что приняли участие в нашем обсуждении. Продолжение следует...